МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Десятая сессия Десногорского городского совета. Мы полностью на эту сторону закрываем всю проблематику по очной дорожке сети в Текущево. Утром 20 марта в городской администрации глава города провел совещание по текущей эпидемической ситуации в Десногорске. Совместно с представителями местных структур и ведомств была оценена оперативная обстановка города и дальнейшие превентивные меры. Плановое заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации прошло в присутствии представителей основных ведомств и структур. Главный вопрос – как уберечься от заражения коронавирусной инфекцией и что делать, если уже заразился. За два дня до этого в Десногорске уже был введен режим повышенной готовности, согласно ранее опубликованному указу губернатора Смоленской области Алексея Островского. На основании данного указа в постановлении администрации муниципального образования были предъявлены ограничительные меры в честь и касающиеся нашим образователям в учреждении проведения культурно-массовых спортивных мероприятий. В режиме повышенной готовности работают и лечебные учреждения. Нормативы работы были рекомендованы структурами ФМБА и Департамента здравоохранения еще на стадии пассивного распространения коронавирусной инфекции. Запалевших новой коронавирусной инфекцией как на территории Смоленской области, так и на территории города Десногорска, эти бывшие граждане из-за границы должны быть изолированы путем подхождения на самоизоляции дома на домашнем режиме. По истечении двухнедельного карантина и при отсутствии симптомов человек возвращается к нормальной жизни. Если же состояние ухудшилось, он подлежит госпитализации. В настоящее время на территории области это единственное учреждение, областная инфекционная больница, которая располагается на базе первой городской больницы. Находясь в Десногорске в случае недомогания, первое, что нужно сделать, это вызвать скорую помощь. Врачи проводят осмотр пациентов, в том числе и на территории МСЧ-135, которая принимает решение о госпитализации. И дальше скорой помощи в сопровождении бригады скорой помощи с соблюдением мер противоэпидемической осторожности они транспортируются в областную больницу. Особые меры приняты на Смоленской атомной электростанции. Исполняющий обязанности заместителя директора по управлению персоналом Владимир Исаев отметил, что на Смоленской АЭС проводятся необходимые мероприятия по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Максимально сокращено количество массовых мероприятий, в том числе деловых встреч. Работникам станции ежедневно проводятся измерения температуры. Уборка помещений производится с применением дезинфицирующих средств. Усилена информационная работа с сотрудниками. Разработана памятка по профилактике коронавируса. 20 марта на Смоленской АЭС создан оперативный штаб. Ведётся ежедневный мониторинг эпидемиологической обстановки в цехах и в отделах станции. Также Владимир Исаев обратился к жителям города о необходимости более тщательного соблюдения мер профилактики. Вся актуальная информация о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Десногорске размещается в городских СМИ, в том числе в эфире телеканала Десна-ТВ. Данные также предоставлены в интернете, на официальном сайте администрации Десногорска и в группе «100% Десногорск» в социальной сети ВКонтакте. Олег Соловьёв, Илья Соболева, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. Предстоящие городские задачи обсудили депутаты на 10-й сессии Десногорского городского совета 17 марта. Что было на повестке дня и какие перемены могут ждать Десногорск в ближайшем будущем – далее в сюжете. Среди вопросов повестки дня – изменения в бюджет текущего года. Прогнозируемый доход Десногорска ранее был увеличен на 36 миллионов. Из них более 33 миллионов распределены на Комитет городского хозяйства. Эти средства – субсидии областного бюджета на ремонт городской уличнодорожной сети, в том числе на асфальтирование дороги в деревне Сосновка. Работы будут вестись поэтапно с 1 апреля. Мы полностью на эту сторону закрываем всю проблематику по уличнодорожной сети в текущего года, начиная от Койтки, где у нас там остались объемы Н1. Общее благоустройство города на этот год включает ремонт пяти территорий по программе «Комфортная городская среда». Кроме того, запланированы работы в детских садах «Ласточка» и «Дюймовочка», а также приобретение двух единиц коммунальной техники для компании «Служба благоустройства». Довольно-таки большой успех работ предстоит в этом безумном выполнении. На балансе города продолжает находиться банно-прачечный комплекс «Латона». Организация уже давно не является эталоном подобных учреждений. По этой причине для вывода «Латона» из кризиса предложено создать рабочую группу. Депутаты различных фракций и общественники должны будут провести комплексное обследование учреждения и предложить варианты его развития. Предварительные результаты в июне нынешнего года. Также на заседании депутатам областной думы Михаилом Лосенко было предложено рассмотреть возможность утверждения кандидатов на руководящие должности в администрацию и предприятия города через согласование с городским советом депутатов. Кроме того, Михаил Лосенко обратился к депутатам с просьбой взять под особый контроль все этапы реализации программ уличного городского освещения на территории Десногорска. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна-ТВ В конце выпуска погоди. 24 марта в Десногорске солнечно, температура днем плюс 3, ночью минус 6. На сегодня это все новости. Больше интересного на нашем сайте desnadefestv.ru а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok